Да, поэтического календаря не хватает, конечно. Именно поэтому в разных вариациях один из самых успешных проектов филармонического собрания периодически возвращается на сцену. На сей раз участники поэтического календаря выбрали сразу три страницы. Поэты – Осип Мандельштам, Борис Корнилов и Ольга Бергольц. Они, естественно, изменяются, эти страницы. Они стали более театральными, форма у них поменялась, театрализовалась. Но самое главное, как мне кажется, тема и суть, она другая. Она о семейных отношениях, потому что Надя Мандельштам и Осип Мандельштам – это семья Мандельштамов, это одна история. А Борис Корнилов и Ольга Бергольц – это тоже семья, и мы их соединили в одну историю. И они оба присутствуют на протяжении… Вот если раньше было все отдельно, то они присутствуют оба. А еще поэтов объединяет эпоха 20-30-е годы прошлого века. Проблемы социального порядка, порядка внутреннего и вечный диалог со своей совестью. Прятаться или заявить о своей позиции громко. Мы рождены, чтоб так сделать пылью, преодолеть пространство и пространство. Я почувствовала это сквозь сон, и все перернулось. Осип, в окне, я рядом с ним. Мы живем под собой, ничего и странно. Наши речи за десять шаров не слышали. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Он написал эти стихи в ноябре 1933 года. И начал читать многим людям по секрету. Ну и, конечно, кто-то донес. Страница Осипа Мандельштама в свое время открывала поэтический календарь. Тогда это был небольшой эскиз на 15 минут, говорит актер Матвей Пирушкин. И хотелось расширить и доделать, потому что мы понимали, что он недоделан. Хотелось его расширить в спектакль, как мы потом делали с Маяковским, с Вертинским, с Блоком. Вот хотелось сделать полноценный спектакль. Потому что материал, конечно, очень такой человечный, я бы сказал. Про человеческое достоинство. История Осипа Мандельштама и его супруги надежды – абсолютный гимн любви. Мы между собой не то что смеемся, а умиляемся с Матвеем и говорим, ну мы с тобой старосветские помещики. Там посидели, тут посидели, а у нас с этими сумочками. Вот это решение такое. Но это на самом деле так. Хотя, конечно, Надежда Яковлевна совершенно другая, она острая, она резкая. Ну вот мы сыграли такой миф о них. Новая версия страницы Осипа Мандельштама потребовала новых действующих лиц. К команде присоединились актер Камерного театра Сергей Шарыгин и артистка филармонии Татьяна Дурнова. Именно она дала поэтическим смыслам музыкальное звучание. Все это кончилось тем, что через четыре дня после начала работы я поняла, что Мандельштам – это мой поэт. Это мой поэт. И спектакль настолько меня захватил. И музыка, музыка Елены Фроловой, естественно, в варианте фортепианом. Но одна песня моя. Эта песня ждала 20 лет своего повторного исполнения. Я скажу тебе с последней прямотой Все лишь бредни, Шерри Брэнди Ангел мой Обновленные страницы поэтического календаря предназначены для зрителей старше 12 лет. Сам проект, конечно же, будет жить, говорят артисты. Возможно, изменится форма, но представить себе филармоническую сцену без поэтического слова уже невозможно. Вера Кучеренко, Сергей Павлов, Новости.